здравствуйте с вами рубрика полезно знать и я детский психолог варина аргунова часто от родителей можно услышать что их дети не ладят что дерутся постоянно что-то делит между собой и сегодня я вам расскажу об особенностях взаимоотношений между старшими и младшими детьми в зависимости от разницы в их возрасте давайте начнем с детей которых разница погодки а так воспитание у детей у которых разница в возрасте погоду нередко сравнивают с воспитанием можно сказать даже близнецов основная трудность при маленькой разницы в возрасте это эмоциональная и конечно же физическая усталость самой мамы старший требует к себе максимального внимания а мама же конечно будет сосредоточена только на младшем ребенке усталость и новые заботы просто напрочь вычеркивают из сознания мамы то что происходит в этот момент со старшим через два-три года когда дети будут жить в одном режиме родителям конечно становится гораздо легче малыши много времени проводят вместе делят практически все увлечения и интерес интересы однако все-таки разногласия соперничество и конфликты неизбежны между такими детьми и возникают они в основном из территории или деления вещей и конечно же внимание родителей один из самых эффективных способов справиться с этим это установить четкие границы выяснений отношения например спорить можно а драться нельзя обзываться обидными словами нельзя очень важно чтобы это решение исходило не целиком от взрослых а было принято самими детьми можно даже организовать семейное собрание и обсудить ситуацию которая которая создалась вместе разработать правила и конечно же законы наказание на решителя закона лучше тоже придумать вместе тогда детям будет не так обидно его получить а вопрос несправедливости даже не возникнет адекватным наказанием может быть временная приостановка например любой игры маленьких же драчунов рассаживают в разные комнаты на стульях ну минут на пять например это даст им возможность успокоиться а потом обсудить со взрослыми что же все таки произошло чаще всего дети решают свои споры кулаками они словами потому что они просто еще не умеют разрешать конфликты более мирными способами поэтому родителям следует объективно разбирать каждую конфликтную ситуацию помогать детям мириться и конечно же просить прощения обучать и обучать их способом нахождения так скажем компромиссом далее если разница в возрасте 3-4 года эту разницу называют наиболее удачной для детей и для родителей конечно же мама в полной мере может насладиться материнством целиком и полностью посвятить свое внимание единственному ребенку то есть когда рождается первый кроме того 3-4 летние дети очень ждут рождения нового малыша они с удовольствием за ним ухаживают ревность конечно тоже присутствует но ее проявлением можно смягчить если родители заранее будет готовить ребенка к изменениям в семье а первое что следует сделать это сформировать у старшего ребенка правильное представление о ребенке который родится для этого можно посмотреть например альбом с фотографиями старшенького где он еще был совсем маленький чтобы избежать разочарования ведь многие дети думают что брать или сестричка сразу станет для него скажем так товарищами по играм во вторых создать ситуацию когда необходимо помогать маме ждущий братика или сестричку дать возможность старшему даже можно сказать погладить животик участвовать в выборе имени и так далее после рождения ребенка очень важно сохранить традиции которые были в семье до его появления например чтение той же вечерней сказки или определенные совместные игры наиболее сложным во взаимоотношениях между детьми может оказаться период когда старший ребенок идет уже в школу это 6-7 лет связано это с тем что теперь у него основной вид деятельности это учеба а младший все еще живет в мире игр поэтому организация совместных игр младших и старших способна несколько несколько смягчить обстановку и сблизить интересы детей когда разница между старшими и младшими детьми 5-8 лет рождение второго ребенка через 5-8 лет обычно планируется родителями конечно же осознанно к моменту его появления роли в семье четко распределены и ни у кого не возникает вопросов кто старше сам же первенец достаточно взрослый и следовательно чаще готов пойти на компромисс уступить младшему кроме того с рождением второго ребенка снимается часть внимания и ожиданий со старшего родители становятся менее критичными к нему к сожалению длительное время игровые интересы у детей не совпадают и они практически не играют вместе но со временем общими точками соприкосновения становится чтение книг например рисование просмотра каких-то совместных фильмов чаще всего конфликты у таких детей возникают из-за расхождения во мнениях особенно кризисным в отношениях может стать период когда старший входит в подростковый возраст 7-8 лет младшие считают что у них много общих интересов со старшими подростки же наоборот отдаляются живут своими интересными со своими сверстниками могут стать даже немножко агрессивными особенно когда родители требуют взять с собой младшего что не рекомендуется конечно же делать для уменьшения споров и разногласий между детьми необходимо помнить что старший ребенок не нянька для младшего и не обязан постоянно присматривать за ним он имеет полное право на свое собственное детство конечно кроме того следует сохранить объем внимания проявляемый ранее к успехам и сложностям в жизни именно старшего ребенка почаще уделять время только ему лично особого подхода требует определения виновного в конфликтных ситуациях разница в 9 лет и более при разнице между детьми более 9 лет родители нередко сталкиваются с открытым протестом первенца против рождения еще одного ребенка в семье старший который долгое время был единственным тяжело или даже агрессивно воспринимает что кто-то другой может занять его место в жизни родителей первенцы в таких семьях нередко открыто говорят о ревности правда если родители не хотят услышать старшего сына или дочь ревность иногда переходит скрытую форму и выражает и выражается в плохом поведении в проблемах с учебой например проявление агрессии поэтому негативные высказывания старшего не должны пугать родителей наоборот в таких ситуациях нужно вести с ними откровенные беседы признавать его право на подобные чувства и выражать уверенность в том что ревна скоро пройдет потому что вы одна семья важно также чтобы подросток не выпадал из жизни семьи на период когда маленькому нужны максимальный уход и внимание подготовку первенца к правил к появлению второго ребенка в такой ситуации обоим родителям необходимо осуществлять как можно мягче конечно и деликатнее для старшего очень важно что с его мнением считаются постепенно и ненастойчиво его следует привести к мысли о том что он ни в чем не будет ущемлен не надо думать что ребенок уже совсем большой и все понимает ибо даже подростку необходимо мягкая подготовка к появлению в семье еще одного ребенка общая деятельность у старшего и младшего это разговоры и прогулки младший часто обращается к старшему чтобы тот ему помог решить какие-то проблемы в отношениях со сверстниками с учителями рассказывать каких-то сложностях в учебе в учебе младший ребенок в лице старшего как будто получает еще одного родителя а старший строит отношения с младшим по принципу учитель ученик по-настоящему близкими дети с такой разницей в возрасте становится когда младший вырастает и какие бы разногласия не были между братьями и сестрами и в каком бы возрасте это не происходило нужно обязательное участие взрослого в решении каких-либо конфликтов и конечно же не забывайте согласовывать мнение самих детей с вашим мнением с вами была рубрика полезно знать и я детский психолог марина аргунова всего доброго